КОВИД-ФИТНЕССЯ А пробежаться по таким вот галереям и крутым лестницам – это та еще кардиозона. Но сегодня, неожиданно для себя самих, мы попали на очень необычную выставку, посвященную преступлениям и наказаниям Средневековья и орудием Инквизиции. И хотя снимать мы совершенно не планировали, здесь обнаружились настолько интересные экспонаты, настолько редкие, что я хочу вам их показать. Тарквимада целует Белармина в уста, а это маски позора, которые необычайно похожи на театральные маски и которые предназначались тем, кто согрешил словом. То есть, если бы я в средние века занималась лингвистической экспертизой текста, то по результатам заключения филолога преступнику полагалось бы надеть вот что-то подобное. Длинный язык и колокольцы у ушей – это маски за сплетни. Сейчас это 128-я статья Уголовного кодекса «Клевета. Вред деловой репутации». Маска с шипами, которые врезаются в язык или нёба – это для матершинников. Сейчас сквернословие в общественных местах и оскорбление. Так, лёгкая административка. Ослиные уши за глупость. В наши дни, видимо, будет простаивать, ибо не наказуемо. Может быть, зря. Маска с открытым ртом для болтунов, пустословов и лжецов. Это дача заведомо ложных показаний, статья 307 Уголовного кодекса. Маска с перьями во лбу. Такая вот интересная. Это, видимо, что-то сакральное, клевета на власть или на религию. К сожалению, на вскидку не могу найти её значение. Может быть, если кто-то знает, то вы мне напишите в комментариях. Ну и сейчас это, наверное, статья 282 «Разжигание межконфессиональной, межнациональной розни» и 148-я статья «Оскорбление чувств верующих». Что-то подобное. Но в Средние века такое преступление скорее наказывалось костром, поэтому к этой маске всё ещё остаются вопросы. Маска свиньи за грех пьянства и чревоугодия. Но это не к филологу, слава богу. Ну и вот эта усатая маска. Даже не знаю, для кого она. Может быть, коренные жители Белоруссии подскажут, кому предназначались такие маски. В работе «Новое средневековье» Николай Бердяев предрекал смену рационализма XIX века на иррационализм XX-XXI веков. Сродни тому, как эпоха античности была заменена эпохой средневековья. Ну, вроде как в истории существуют всяческие ритмы, людям слишком много рационализировали, и теперь им пора припасть к источникам бытия, которые могут быть познаны исключительно интуитивно. Несмотря на то, что Бердяев жил в достаточно сложную эпоху, эпоху ухода Старого мира XIX века, тем не менее, был достаточно оптимистичен и предрекал, что, несмотря на то, что новая религия Бога будет активно бороться в XX веке с религией дьявола, истина всё-таки победит. Только вот сейчас, в XXI веке, когда мы живём в эпоху абсурда такое ощущение, что средневековье наступило без всякой приставки новое. Что же касается современных законов о словах, то они только пребывают и пребывают. Все мы с вами прекрасно знаем об этом. Законы пребывают, запреты увеличиваются. И вот буквально недавно совершенно замечательные поправки внёс депутат Дмитрий Вяткин. Он предложил в поправке к клевете такую вещь, как сажать за клевету в тюрьму. Причём самое жестокое наказание предполагается за преступление против половой неприкосновенности. Причём как это будет трактоваться? Если вы ложно кого-то обвиняете в сексуальных домогательствах, то вы можете схлопотать до пяти лет тюрьмы. Какой уж тут мету, если любая жертва харассмента теперь может быть сама наказана и действительно совершенно непонятно, куда обращаться, что делать. В общем, может быть, к средневековым масочкам-то мы ещё и вернёмся. А с вами была Татьяна Шахматова. Незапланированное включение из казематов Литского замка. Пока!